Друзья, всем привет, всем здравствуйте, поздравляю вас с обновлением 10.какое-то там. Сегодня будем обкатывать ИС-8, хочу его сравнить с Е-75, чуть-чуть по техническим характеристикам и уже просто в самом рандомчике посмотреть, что играется лучше. Как стал выглядеть ИС-8, это просто что-то с чем-то. Ребята, вот один только визуал реально, ну, лично мне вселяет надежды, во-первых, на то, что этот танк станет лучше играться, потому что как будто бы, блин, стало брони больше. Да и, честно говоря, желание на нем играть у меня лично появилось. Ну, до этого как бы я просто про него забыл, если честно. Вот, теперь ветка ИС-7 обзавелась танками в PBR-качестве. И теперь эта ветка в PBR-качестве в полном составе, начиная, по-моему, даже с первого уровня. Вот, сегодня на стриме будем, наверное, обкатывать, ребята, все абсолютно танки этой ветки, начиная с седьмого уровня. Нет, ладно, начиная с шестого уровня, мы с вами будем катать сегодня Совков. Кстати говоря, ИС-8 стал выглядеть действительно круче. Я вижу изменения в лучшую сторону. Добавили различного рода, по-моему, пулеметики. Вот эти вот всякие различные тросы, канистры какие-то, вот эти вот мешки или что это, какая-то маскировочная сеть, может быть. В общем, ребята, визуал вообще супер топ. Ему бы еще легендарочку, да, было бы вообще идеально. Вот, давайте посмотрим, что у этих двух танков, и потом пойдем в роду. Даже Е-75, который выглядит круто, он как будто бы теряется на фоне ИС-8. Ну, посмотри, это реально как будто бы, блин, какой-нибудь Т-10. Правда, я не знаю, как он выглядит, но очень схож. Т-10, это ИС-8 в мире танков. Итак, и один, и второй танк, ребята, теперь в визуале, в новом, и по техническим характеристикам. Так, ну, ребят, 2050, броня в башне 230 во лбу. Она, кстати говоря, апнута не так давно. В бортах башни 140, в корме 48. Слушай, ну, на самом деле здесь очень спорный вопрос. Что будет танковать лучше? У Е-75 понятно, что на цифрах брони больше в башне, в корпусе. Все прямое, квадратное и пробивается хорошо. Но на деле, возможно, даже ИС-8 будет сложнее пробить. Вот. Броня, ребята, на самом деле ситуативная такая вот вещь. Давайте посмотрим ДПМ. Здесь 2800. Практически это я, ребята, катаю на сердечниках. Здесь явно будет меньше. Здесь у нас 2200, ребята, 2200 ДПМ. Там 2800, вы понимаете разницу? Плюс ко всему, он более подвижный. ИС-8 более подвижный. Голда у ИС-8 340. Это лучше, чем у десятки. У ИС-7, ребята, голда пробивает 320. Здесь 340. И это, наверное, одно из лучших пробитий среди тяжей на данный момент. Ну, не считая барабанов, потому что мы на них ставим калиброванные снаряды. Вот. Потому что даже у тех танков, у которых было пробитие 340, по-моему, сейчас стало то ли 330, то ли 335. Что-то около того. Так. Е-75 пробивает 311. У него ни голды нормально нету, ни ББшки. Ну, ББшки обычные, на самом деле. 250. Тут никаких, я думаю, что новостей для вас новых не будет. Здесь даже ББшки лучше пробивает. 420, там альфа 460. Сведение 4.1 на 0, 326. 4.1 на 0, 326. Здесь 4 и 4 на 0, 344. Здесь он и дольше сводится, и он еще и более косой. Короче, давайте так. Пойдем в рандом. Нет, 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 нет. Я хочу на части Е-75, ребята. Чтобы ИС-8 оставить напоследок. Я вам больше скажу. ИС-8 в самом первом в своем виде мне нравился. Он был, мягко говоря, не очень хорошим танком. Но и то я всегда топил за ИС-8, когда его считали все недотяжим. Ну, по сути, это танк, тяжелый танк, который может и против СТ посражаться, потому что брони против, например, каких-нибудь Як, Е-100 на кумулях с его-то альфой не хватает. С альфой-то Е-100 будет очень обидно. ХП я не могу сказать, что у ИС-8 прям очень много. Поэтому на нем и там, и там можно. Ой, мы в топе. За ИС-8, ребята, душа радуется. Очень круто стал выглядеть танк. За это респект. Но никакой новой ветки мы не видим. Ребаланс ветки Минотавра. Окей. Ладно. Даже не знаю, что интереснее. Ветка советских танков или ветка Минотавра. Странная 54-ка, однако. Может, лагануло? Ха-ха-ха-ха-ха, 620, ребята. Это лучше, чем выстрел. Серьезно. Так, ПТ-шка. Ну все, с правой стороны я ни от кого не должен получать. Потому что ПТ-САУ, ну они странно сделали. Они на точку А поехали всей веселой толпой, кроме одного тяжа, который тут. Возможно, мне нужно было, наверное, с другой стороны ехать. Потому что здесь я буду подставлять борта свои под ПТ. Да, зря я поехал сюда. Ммм, интересно. Ммм, интересно. Мне надо прям на тяжей ехать. Там серьезные тяжи остались. Прячься, картон! Охренеть, как же вы это просто делаете? Просто забей. С-8 в этом плане, конечно, будет ничем не отличаться. Я тебя хотел, дурака, защитить. Куда ты едешь вперед-то? А, он еще не пробивает. Я в шоке, ребят. Максимальная скорость снижена. Ладно, хорош. 3-600. Блин, я с... С одним выстрелом, конечно, обосрался в Йоха. Ну, мне казалось, что я в кормосте. Ну, ладно, короче, понятно. Ну, Е-75, ребят, ну что мы хотим? Это самый универсальный танк на девятом уровне. Очень крутой. Некоторые даже, выкачивая Е-100, продолжают катать на Е-75, потому что он легче для них. Эх, не успел. Ладно. Хорош, хорош. Надо, мне кажется, превосходство рубануть. Так, ну, кстати, 4200 я умудрился сделать. Нормально. Блин, против танков, конечно, уровня 8. Здесь много ума, но не нужно. Так, короче, теперь посмотрим. Ну, Е-75 классика вообще. Немецкого танкования, немецкого танкостроения. Прекрасный тяж. Самый интересный. Кстати, ИС-8, вот, лично мне, стал похожим. Ну, вот, по вот этой, по крайней мере, картиночке, вот, иконке самого танка на ИС-5. Реально. Очень, очень схож. Да, запустили бы еще в каточку, было бы прям прекрасно. Я надеюсь, что я такого же ИС-8 встречу, чтобы просто глянуть. Если не встречу, да, я не встречу. Я, значит, в начале, скорее всего, уже будет вставлена картинка, как выглядит этот танк в прицеле Е-75. Нет, лучше в прицеле ИС-8 сделаю. Ну, блин, ну, крутая тачка, ребят. Еще, по-моему, фонарь добавили около маски орудия. Реально, это теперь прикольно выглядящий танк девятого уровня. Согласитесь? Фальшборта как будто бы шире стали, нет? Кайф. Нет, ИС-8 танкует. Танкует ИС-8. Понятно, что не в лоб. Как-нибудь от бортика танкует. Башенька иногда может танковать. С его-то скоростью, ребят, можно просить ему наличие, точнее, отсутствие брони. Так, тут никого. Ну, вот так летит вперед, ребят, уверенно. Там 704-ка, там Тигр 2-й. А он летит, толкает всех. Они через центр, что ли, поехали. Скорее всего. Блин, ребята, еще и сердечненькая УС-8. ИС-8 играется интереснее, это факт, чем Е-75. Качать Е-75-ку в любом случае надо, но ИС-8 играется интереснее. Это 100%. Он быстрее. У него лучше пробитие. У него есть прикольное снаряжение. Блин, он, кстати говоря, по точности, у меня к нему вообще нет претензии. Хорошо. Шикардос, ребят. Альфа 420, напоминаю. Сюда. 685. Я бы по нему еще дал бы тычку, конечно, если бы успел. Но 280, так мало. Да, я знал, ребят, что подставлюсь под Хури. Ой, тига, тут АФК. Плохо, плохо, плохо. Капец, у ИСа... Ой, тигра вообще нет пробития. Ой, у тигра вообще нет брони против ИСовского пробития. Ну как, 2935. Нормас, пойдет. А, ну 3100. Кстати, неплохо, неплохо. Ребят, настолько комфортно ИС. Нет, я не говорю, что он стал играться комфортнее сейчас. Нет, он так и игрался комфортно. Ну, просто он выглядел, ну, честно говоря, не очень. Для меня лично это очень важно, как танк выглядит. И сейчас вообще ИС-8, ну, один из моих, наверное, самых таких любимых танков. Ну что, теперь, ребят, что вы могу сказать? Когда качаете ИС-7, в любом случае это один из первых танков, которые вы должны на первом своем аккаунте прокачать. ИС-8 оставляйте в ангаре. Это прикольный тяж с читерной броней, с крутыми бортами. Вот, еще и со скоростью, с пробитием. А еще и со снаряжением. Обалденно. ИС-8 номер один. Все, ребят, всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк, ну, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока.